У меня в руках гвоздика целая, которая предназначена для кулинарных целей, но и не только для кулинарных. А как определить качество гвоздики, то есть узнать, есть у нее лечебные свойства или нет. Для этого мы проведем такой эксперимент. Я возьму горточку этой гвоздики. Она у меня свежая, как я понимаю. Я купила ее буквально два дня тому назад. И мы сейчас сделаем такой эксперимент. Возьмем соцветие вместе с засушенным цветочком или ядром, не знаю. И бросим силой в стакан воды. Так, штук несколько бросим. Если наша гвоздика, вот она на дно, у меня упало одно, и вертикально стоит один, два, три, четыре, пять, из десяти, значит, оно на дне лежит, а пять вертикально стоят. Я не знаю, как вот так вот, если покажу, это хорошее качество гвоздики, а которое плавает вот так вот горизонтально, у них уже лечебных свойств нет. Оно только пригодится, может быть, ну как бы для кулинарных целей. Опустилось еще на дно три штучки и поверх стали плавать четыре, пять, поближе может поднесу, будет видно. Остальные плавают вертикально. Вот эти, которые плавают горизонтально, не знаю, поближе вот так подведу, может вот так вот будет видно. Вот эти вот цветоносые гвоздики, они полностью здесь улетучились эфирные масла, поэтому они уже для лечения непригодны. Вот, а которые вертикально, еще повторюсь, и внизу опустились, и вертикально плавают именно вот соцветиями вверх, это гвоздика хорошая и лечебная. Как я понижаю давление вот этой гвоздикой, как я лечусь. Если у меня пониженное давление, оно бывает частенько, значит я беру две штучки вот такой гвоздики, вот, с соцветием, есть и без соцветия, они разные здесь есть. Вот они, беру вот такие две штучки и я ее разжевываю. Проходит моментально головная боль, уходит вялость, уходит головокружение. Вот, это очень мне помогает, это. Теперь, при признаках ангины или воспаления горла, то же самое вот в дороге случилось у меня, подзастыло, я тоже в течение дня я несколько беру эти гвоздищик, вот, и жую. Ну, очень хорошо оно, то, спаление горла помогает. Теперь вот эти эфирные масла, которые есть в гвоздике, убирают неприятность запаха изо рта и не дают потом появиться в ногу. Очень хорошее, эффективное средство, это даже получше обычных полоскателей, особенно если кто в дороге, вот как едешь, вот эта вот гвоздика, она выручает на все 100%. Вот, поэтому не стоит, как бы смущаться, что во всех, как бы не чистил кто зубы, а все равно неприятность, особенно в нашем возрасте вставные зубы, очень хорошо, оно дает большой эффект. Вот, если взять за основу и жевать постоянно вот эти вот сухие бутоны каждый день, можете смело, я вам говорю, избавиться от воспаления десен и забудете, отстоматите на все 100%. Поэтому всем советую жевать сушеную гвоздику, вот, особенно в нашем возрасте. Так, у каждой, конечно, женщины нашего возраста, я считаю, что и не только у девушек, но и у нас возраста нашего, есть такие же самые косметички, где у нас не только помимо косметики там лежат, но еще куча лекарств, вот, мы сюда кладем, потому что всякие случаи, у меня их полная. Полный арсенал всевозможных, и от давления, и от суставов, и от всего. Но я в этой косметичке и ношу еще помимо лекарств и вот такие же самые соцветия и гвоздики. И здесь у меня, вот, сейчас открою, вот, выцеплю, не знаю, как мне, на ладошку, наверное. Вот, смотрите, у меня ассортимент, сколько у меня здесь всяких зернышек, гвоздики, гвоздики у меня несколько штук, корица, зерна у меня кориандра, ну, и у меня еще здесь были горошек черный. Ну, в дороге, куда я ездила, я использовала много, надо добавить обязательно, они мне очень пригодились в дороге. Спасибо.